Мы в игре А Настя уговаривает меня пойти на квест Да, ты ведь там ни разу не был Да, я ни разу не был на квесте Ну вот это будет твой дебют Ну а ты расскажешь, как там все устроено Да, я узнаю у организаторов, как придумать интересную историю Как ее организовать И все всем расскажу Да, я испытаю ее на себе Так что увидимся после игры Любой квест, так же как и шоу Начинается с идей Она должна быть достаточно интересной И достаточно простой Для того, чтобы ее можно было реализовать Что же вдохновляет сценаристов На создание всех этих аттракционов Система активирована Пройдите авторизацию Мы пытаемся понять, что вызовет у наших посетителей наибольший резонанс То есть какое обещание мы можем им сделать Допустим, вы окажетесь в космическом корабле Или вы ограбите банк Или, возможно, вы попадете в волшебную страну Алисы Опрашиваем, соответственно, людей Которые из нашего окружения Из тех игроков, которые уже проходили наши квесты И спрашиваем, что вам хотелось бы То есть какая у вас сумасшедшая есть мечта Допустим, улететь в космос Ну, как я уже говорил Соответственно, дальше мы пытаемся понять Как вообще это сделать реальностью И возможно ли это Давайте проведем небольшие тесты Чтобы понять, справитесь ли вы с миссией Для начала разберитесь Как работает устройство в этой комнате После того, как у нас есть тема Соответственно, есть специальные загадочники Такие классные ребята Которые занимаются именно созданием загадок Сценаристы классические Они придумывают из каких-то существующих механик Тематизируют их под конкретную задачу Или придумывают что-то новое После того, как сценарист придумал сюжет квеста По него начинают искать помещение Ну, или строят декорации в уже существующем Иногда комната может отличаться от того, что изобразил геймдизайнер на бумаге Ну, просто потому, что какие-то декорации не помещаются А под какие-то задачи программу очень сложно написать Изначально, само собой, это были максимально механические загадки Ключики, замочки, шестеренки Обычные ребусы и какие-то механические истории Сейчас, само собой, это все в соответствии с трендами Развитием технологий, электроники и так далее Это все применяется в квестах Начиная от примитивных вещей Вибромашины, робототехника Заканчивая сенсоры, RFID-метки Датчики движения и так далее Все в квестах применяется Помимо обычных квестов, загадок и так далее Мы пытаемся принести множество спецэффектов Соответственно, трясущийся пол Ездущие, соответственно, пневматические, там, различные фургоны Управление, странные интерфейсы Как, например, здесь, соответственно, с помощью джойстиков Или каких-то интерактивных историй Все это мы интегрируем в нашу историю И получается, что квест уже больше становится аттракционом Это наш генератор И проработает он явно недолго Так что начинайте хлопотать А то через час ваш мозг и вовсе отключится Либо от холода, либо от моей полдавни Концепт в том, что мы полностью ушли от загадок И даем людям новый способ потребления контента Это похоже частично на 5D, кинотеатр, на аудио, книгу Часть истории происходит только в вашем воображении И при этом вы становитесь главным ее участником То есть это иммерсивный опыт Планируется стереть 80% человек Остальные будут помещены на гарантию Под руководством наших создателей Из игр мы часто черпаем механики Допустим, есть игры в жанре интеракина-кино Соответственно, из этого жанра мы черпаем то, что бывает в ветвящейся истории Соответственно, мы подходим к какой-то точке И тут перед нами персонаж нам говорит, что у нас есть выбор Либо мы спасаем человечество Либо мы спасаем того друга, с которым мы прошли всю эту историю Человечество, может быть, выживет, может быть, нет 50-50 Соответственно, вот такие вещи мы берем, например, за игр Соответственно, квесты являются вдохновлением многих загадок Сами истории приходят нам отовсюду Я являюсь большим фанатом, типа, баек из склепа и всех этих историй Вдохновляюсь много Лавкрафтом, Эдгаром По И, соответственно, в своих проектах я стараюсь больше сделать мистики Каких-то таких персонажей И не обязательно все разжевывать и объяснять Квесты делятся на несколько видов Escape со сложными логическими задачами Экшен-игры, где команду отправляют в путешествие Или заставляют расследовать преступления И перформансы, в которых антураж часто создают актеры Алексей, здравствуйте Вы у нас актер квестов, актер иммерсивных спектаклей Скажите, чем отличается актер иммерсивных спектаклей и квестов от актерного театра? Так я еще и актер театра Чем отличается? Ну вот, сравнив с иммерсивом, отличается непосредственно тем, что не подготовишься ты к этому Иммерсив, по сути, не репетируется Люди могут не справиться, и мы просто не сделаем мою линию вообще А я же не буду подсказывать Есть вариативность тех или иных событий Но, само собой, большую часть занимает импровизация Но в рамках центральной линии, чтобы привести вас все равно в одну из вариативных концовок Но концовка зависит исключительно от всех участников игры Вы справились А теперь я попрошу всех, собравшись, противка служения Займите места в кабине Терните на себя, вон петли, петли, видишь? А, хорош И тут с заказком Эмоции и актеров, и участников, это, конечно, хорошо Но лучше всего, уверены некоторые геймдизайнеры Когда в игре есть только команда и декорации Если они продуманы до мельчайших деталей Будет обеспечен максимальный эффект присутствия Мы придумываем персонажей, которые будут в квесте, будут им помогать Либо это, соответственно, видео, либо это аудио Персонажи, которые находятся в квесте вместе с игроками и ведут их по сюжету С ним могут происходить какие-то страшные вещи Допустим, наш подсказчик помогал нам, помогал нам В какой-то момент, оп, пришел монстр, забрал его Мы это услышали, соответственно, объемный звук, все дела И поняли, что, ой, теперь мы с вами наедине с самими собой Больше рассчитывать не на кого В этот момент остаются, собственно, самые экшн-задачи И мы вылетаем из квеста на самых таких классных эмоциях Если вы слушаете эту запись Значит, меня уже нет в живых И все мои надежды связаны лишь с вами Некий environmental storytelling, как мы это называем То есть история, рассказываемая о самой локации Мы подходим и, выполнив какую-то загадку, выполнив какое-то задание Мы узнаем следующую часть истории То есть мы влияем на какой-то мир за пределами этой комнаты Вы подсоединены меня к сети А теперь давайте за ее мэго-место Есть аудитория, которая ходит в классические квесты в эскейпы А есть те, кто в перформансы Причем, ну, квесты с актерами И здесь достаточно интересная статистика Те, кто играет в квесты с актерами Всего 4% из них Кто играет в классические эскейпы А кто играет в классические эскейпы В них 30% кто готовы попробовать с актерами этот жанр И им нравится Единственное, там есть прям нос со звездочкой Им нравятся не страшные Есть такое восприятие, что все квесты с актерами страшные Да, преимущественно это маньячки Преимущественно это различные хорроры с кровью и так далее И так далее, по одной простой причине Страх это самая дешевая и контролируемая эмоция Ее легко достигнуть Мы продаем не квесты, мы продаем эмоции Я как-то был на квесте И меня там били шокером Вот мне не очень понравилось Наличие актера в тот момент На квесте, в котором я участвовал В хорроре, какой-то мужик в маске Который сам ни черта не видит По сути шокер, чтобы ему видеть что-то Наличие или отсутствие актера Это все на вкус и цвет Конечно, с актерами веселее Ну, то есть Ну, он же что-то дает Он дает какой-то эмоциональный заряд Он же, ну, живой Он там в образе в каком-то Время битбокса А время битбокса закончено Возвращаемся к загадкам Еще Еще Вот там загорело, смотрите Загорело Это очень мощный тренинг Потому что люди живые И ты к этому никак не подготовишься Если вот это с двумя точками Может быть, его надо два раза вниз Вот так вот Я бы тоже думал про это Профессия эта состоит из наблюдения Как такового За людьми Бывают же вообще колоссальные персонали Какие-то просто странные люди Ну, да, ну, бывают Мы, типа, такие обычные Для кого-то мы вообще необычные Вот Идет женщина И ей вообще ничего не надо Она никому не пошла Она ходит Может, по телефону же сговорит На квасто шла Да, на квасто шла Классно Да, тут классно Олечка Олечка Это надо видеть Оля Оля, это великолепно Она вообще ни черта не делает Ну, вот Оля все рассказала Хорошо Тесла выводит Они не прошли Какие-то вопросы По загадкам По сюжету есть? Мы в последствии человечества Или нет? Я тут походу нет Нет, мы больше Часть человечества уничтожили А 20% населения Поместили на карантин Отлично То есть вы стали марионетками Этого робота Искусственного интеллекта Перед началом квеста Его собирает оператор На своих местах Должны оказаться Все подсказки И улики Прежде чем их начнут Искать игроки Какой-то квест Побыстрее собирается Есть квест Который очень-очень Условно их собирать Особенно там Для девочек, например Это блоки Мы таскаем Вот Так, в принципе Ключи, предметы Какие-то мы там Стены двигаем Вот здесь Какой квест Если прямо Мы очень такой Хороший профессионал То можно там За пару минут Все собрать Вот Нам очень удобно Эти интерфейсы Специальные наши Вот Которые помогают нам Быстро Собрать квесты У каждого Есть скелеты В шкафу У меня их Девять Мне кажется Для Олега Нужно выбрать Эскейп-квест Потому что ему будет Интересно Разгадывать загадки Ведь у него Пытливый ум А мне интересно Как эти загадки Создаются И об этом я узнала И все, Влада Создателя вот этого квеста Который называется Алиса в стране кошмаров Здравствуйте Привет Почему Алиса в стране кошмаров? Ну мы, конечно, взяли Работу Лисы Кэррола Перечитали все его книги Разделили на этапы Интересные локации Потом мы подумали Какие бы Загадки органично Вписывались в сценарий Который мы прописали Вы на ком-то испытываете И потом эти загадки Если вы, допустим, собираете друзей И говорите Так, ну-ка, давайте У нас есть 100 тестовых игр Самое сложное в загадке Это не придумать ее А просчитать тайминг То есть у людей всего час Чтобы выйти на комнату Когда у тебя есть там 15-20-30 загадок Понятно, что тайминг должен быть Выверен так Чтобы 90% людей Могли пройти тот или иной квест И тут без тестов не обойтись Многие загадки Которые мне кажутся Очевидно легкими На самом деле оказываются сложными И с том, что наоборот Предлагаю сыграть в подпоне Этот квест авторы называют Одним из самых красивых Столько бутафорий, говорят, нет ни в одном другом Скульптуры, растения Даже плесень на стенах Выглядят как настоящие Декорации создавали полтора года Большинство из них прямо в этих комнатах А значит, перевести квест В другое место Просто невозможно Хороший квест Это тот, который Скорее приближен к искусству Нежели чем к совокупности загадок Которые ты просто разгадываешь Не понимаешь, зачем ты это делаешь Если мы хотим действительно Антуражный квест Мы должны А, найти крутых бутафоров А второе Найти антуражные элементы И это Один из самых увлекательных Личных для меня процессов Потому что Ты ездишь на барахолке Ты скупаешь Кучу разной старой мебели Ты ездишь на металлобазу Это прям В прямом смысле Свалка мусора И ты копаешь несколько часов И пытаешься отрыскать Что-то, что выкинули люди И купить это за 20 рублей килограмм И множество элементов Которые есть в этом квесте Были на самом деле Куплены на свалке Робот через час королевы Казит последних сумасшедших Я это знаю Время уходит Быстро Время уходит Следит за ним Оно покажет дорогу Следит за временем Главный человек на площадке Я бы даже, наверное, назвала его Распорядителем игры Или квеста Это оператор квеста Асяна сейчас находится рядом со мной Здравствуйте Здравствуйте Расскажите, что входит в ваши обязанности? Мы встречаем команды Заводим их в квест Рассказываем легенду Погружаем в атмосферу И также наблюдаем за командой Смотрим, как они проходят И если им нужна помощь Мы им даем подсказки Чтобы они преодолели клаустрофобию Подсказка Это что такое? Звонок к другу Или куда они обращаются к вам? Мы, поскольку их постоянно слушаем Если они просто говорят все вместе Нам нужна подсказка Мы им даем подсказку На ту или иную загадку Которую сейчас они проходят Олег Ну ты чего нервничаешь? Да чего нервничаешь? Я вообще не знаю, что меня там ждет Я вообще не был ни разу на квестах, если честно А сейчас смотрю сюда и тихо офигеваю Кстати, это Антон Оператор Он будет вашими глазами и ушами Будет показывать все, что со мной будет происходить Пошли, хватит уже снимать Они такие милые, улыбаются Да-да, вы заходите У нас тут все квесты Я даже не знаю, что там Настя придумала Она там где-то из камина вылетает Наверное Вот так вот Здрасте, а мы сюда? Меня зовут Ася Буду вашим оператором На прохождение квеста у вас 75 минут Перед вами будет большая миссия Спасти королевство Вы готовы? Я сегодня герой Я сегодня буду спасать королевство На меня надеется вся страна Зазеркали, да? Да, Зазеркали, абсолютно верно Готовы? Все, можно идти? Да, можно Антон, иди первый Иди 75 минут, да? 75 минут, игра уже идет Удачи, хорошей игры Спасибо И что тут надо делать? Сама эта загадка Действительно Невероятное инженерное Изобретение В рамках квестостроения В нем более 100 деталей Каждая из них вытащена С точек до миллиметра То есть стоят датчики Подшипники Действительно очень горжусь Этой загадкой Человеком, который ее сделал Это самый сложный квест В плане обслуживания Потому что все ниши Где, условно, контроллеры Какие-то механизмы Они все сильно забутафорены И к чему-то, условно, добраться В процессе, если Ломается на игре Или там между игр Когда оператор собирает квест И просто не хватает времени Все это починить довольно-то быстро Соответственно, здесь должна открыться Какая-то дверь Надо, наверное... Подожди Кто здесь? Привет Алиса, где? Да я-то откуда знаю, где Алиса А ты кто? Ну, все лезут все сюда без разбору, а? Ну, сколько можно, а? Что вы тут забыли? Чудеса-то кончились давно уже, а? Забыли Так что делать? Время покажет дорогу Время покажет дорогу Подождите, что искать-то? Я одно ищу, вы мне другое О, два Запомогайте, что сидите-то? Вы подсказывали бы хоть где? Надо куда-то дернуть Сейчас мы находимся в операторской Это, так скажем, сердце всего клуба квест Сказочные герои Сейчас ваша задача Решить загадку с этими жетонами Которые вы только что нашли Вот я вижу сейчас наших ребят Вот в том маленьком окошечке Мы как раз можем наблюдать, да, Ася? Что там происходит сейчас? Сейчас они слушают сюжетную линию Потому что в каждом квесте Есть определенная сюжетная линия Которая погружает всех игроков в атмосферу Из одной комнаты они переходят в другую Решая загадки Вы просто чувствуете, когда они должны перейти Из одной комнаты в другую Или у вас тайминг какой-то есть? То есть там 15 минут Ну, во-первых, мы по камерам смотрим Все команды абсолютно разные Даже если квест не очень сложный Но какая-то команда может думать Над одной загадкой очень долго А другую пройти очень быстро Тем более здесь очень много разных циферблатов висит Ну, короче, нарандомить эту загадку Ну, крайне сложно Не знаю, никто не рандомил Ну, это невозможно почти Ты только иди быстрее А то сейчас двери захлопнутся И ты там останешься Потом будешь там ковыряться и искать Мы не первые, кто переосмыслил Алису в стране чудес У Львиса Крылла был шелкопряд Гусеница в разных периодах по-разному Ким Бёртон один из первых людей Кто действительно переосмыслил Алису С каким-то своим видением И у него шелкопряд вывел, обрел имя Имя это было Апсалем Нам очень понравилось это имя Но мы решили пойти дальше Не копировать его, а переосмыслить И поэтому у нас есть две гусеницы Это Апса и Лем Или Апса и Лем Я не помню, кто из них кто И, собственно, это две гусеницы Одна из них вдохновена гигером И похожа на персонала Чужого А другая более милая, но с человеческим лицом И, собственно, они, общаясь друг с другом Погружают вас в атмосферу таинственного леса Здесь уже какие-то игроки Не смогли пройти Алиса Я не Алиса? А, вот это? Я Апса Апса? А я Лем Слушай, здесь дым один Я не знаю, что тут Или что, медальон какой-то Ребят, что делать-то? Если бы мы Оба Все зависит от людей Сколько они квестов прошли То есть, если у них Уже большой такой стаж Тогда они Простенький квест Решают очень быстро Есть там клиент, который За всю жизнь посетили Четыре квеста А есть Даже в России Группы ребят Которые посетили Триста, четыреста, пятьсот квестов И они являются, правда, уже экспертами Они очень требовательны В продукте Алиса Она, ну, средняя Она не очень сложная Она больше атмосферная Наша как проходит Я смотрю, они в какие-то кусты залезли Пока очень хорошо Первую загадку Они прошли очень быстро Ибо немножко уменьшится Так, уменьшится Сейчас Я знаю, что Мама Это бабочки Дверь открылась Музыка играет огромную роль Я считаю, что она недоценивна В квестах У нас музыку писал Миша Мишенко Это гениальный композитор Даже музыкальное сопровождение Локации, это название Чердак Комната наоборот Она что-то невероятная То есть там Я не представляю, сколько инструментов Использовано От скриба половицы До внезапной Струны Которую кто-то дернул И у тебя действительно Судается ощущение тревоги Из-за того, что ты находишься В каком-то непонятном пространстве Слышите? Кто-то наелся земляники Вы ведете один квест всегда Или несколько? Можете вести? Нет Не всегда один Иногда два Три Ну, чаще Либо один, либо два Нужна подсказка? Нет Нет, не нужно? Нет, не нужно Они настолько верят в свои силы? Ну, пусть Нет, нет, нет Какие вы самоуверенные Я взрослый и самостоятельный мужчина Я взрослый и самостоятельный мужчина Разберусь Подожди С книжками-то уж я разберусь В разработке квестов Мы руководствуемся Определенным психотипами людей Есть так называемая история Психотипа Бартла Соответственно, есть киллеры Есть ачиверы Есть социалайзеры Те, кто любят социализировать Справить время со всеми И, соответственно, последний тип Это эксплореры Те, кто любят исследовать Всю эту историю Соответственно, в зависимости от того Какой психотип у людей Мы делаем квесты Соответственно, с уклоном В ту или иную сторону Самый простой пример Это, наверное, сложность Если люди хотят добиваться То есть, они ачиверы Они хотят решать сложные задачи Хотят, чтобы у них все получалось И они добивались Там без подсказок Проходили хардкорные квесты И потом хвастались этим с другими То есть, они залетают И прям как настоящая команда Ты иди туда, ты иди туда Соответственно, начинают что-то решать Там разгадывать и так далее Это ачиверы типичные И для них тоже есть квесты Максимальной сложности Моргает вон Да, да Ну, вряд ли так все бездумно А вы сами любите проходить? Я именно Поэтому здесь работаю Как часто проходите? То есть, там, раз в неделю? Обычно, если я иду на какую-нибудь локацию То я прохожу сразу все, которые там есть Мне всегда это все очень нравится Я никогда ничего не угадываю Не разгадываю Но мне нравится атмосфера Атмосфера классная, да В команде должен быть такой один человек Который все вот это все угадывает Ну, а остальные для создания настроек Ну, да Не, вообще хорошо Вот, как по мне Два-три человека идеально Потому что вы все сможете посмотреть загадки И, если что Если один человек очень любит думать долго То другой человек классный Если он сможет все искать и трогать Да Такие же, да Вот они коричневые На входе Вы, говорит, не спешите Наслаждайтесь каждым моментом Лыжи Может, они поедут? Подожди, а у тебя какой размер? Может, обуть надо? Может быть Одеть лыжи И потом книжки А что вы делаете, дорогие мои? Они ломают Они взламывают Ложна подсказка? Давайте В квестах ломают все Даже то, что прибито, приколочено Абсолютно все То есть, если яракам нужна веревка Порой им проще выдрать проводку из стены Нежели, чем найти веревку в квестах Люди бывают разные Если с одной стороны дверь выбил Они уже думают, что весь квест такой И они все двери будут входить и убивать Блин, Насте не хватает Вот она бы нашла Настя сейчас сидит и смотрит на нас И смеется над всем этим Им-то там интересно А мы ждать уже устали Квест может стоить по-разному Это всегда зависит от нескольких параметров В том числе от площади помещения Если мы говорим про классические скейпы То сейчас цена для российского клиента Колеблется от 3 миллионов И выше 8 нет необходимости Есть технические решения Которые можно ставить в квесты Но их цена не соответствует ценности Которой она будет для клиента Кажется, пока рано То есть, квестов сейчас как таковых Нету с полноценной до полной реальностью Квестов сейчас нет с виртуальной реальностью Есть квесты в виртуальной реальности Но квесты с виртуальной реальностью Как таковых еще нету Клиент этого, наверное, пока Не готов за это платить Мы, походу, не справились с этим Команда, мы сейчас с вами игру заканчиваем Я вас сейчас приду, встречу Понравился тебе класть-то? Хороший класть мы тебе выбрали Да, клево Когда сюда попадаешь, время сразу останавливается Скажи, Антох, даже не ощущаешь вообще Вообще не чувствуешь, что время Я даже сейчас у него спрашиваю Что, мы здесь уже час, что ли? Час прошел А прошли-то всего три или четыре задания, мне кажется И не успели Очень хорошее погружение Интересные загадки Не сразу понимаешь, что нужно делать Пойдешь еще? Теперь моя очередь Я выбираю квест Сажусь в операторскую И приглашаю тебя с Мишей Проходить этот квест Ася, записывайте нас на следующий квест Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok